Молодежь за здоровый образ жизни. В Екатеринбурге в третий раз прошел областной форум трезвости. Студенты, волонтеры, спортсмены, преподаватели и духовенство встретились, чтобы поговорить о том, как жить активно, энергично и радостно в свободе от пагубных привычек. Надежда Калинина продолжит. Движение – это жизнь. А кардиоразминка – еще и профилактика заболеваний сердца. Екатеринбургская митрополия вместе с правительством области организовали форум, посвященный трезвому и здоровому образу жизни. Почему сегодня говорим о трезвости ума? Потому что очень много соблазнов появляется у молодежи. Не только алкогольные, получается, зависимости. Есть наркотическая зависимость, есть игровая зависимость. И о трезвости ума, о душе, на которой нужно трудиться. Уже 11 лет в регионе действует попечительство о народной трезвости. Итоги работы также подводили на слете. У нас, если в 2009 году количество людей, которые вообще не употребляли алкоголь, в ЦИО он называл нам цифру 24%. А в настоящее время таких уже называют цифру 39%. Если в 2009 году душевое потребление у нас не превышало, точнее сказать, 15-18 литров, то сейчас не превышает 10. На форуме организовали интерактивные площадки, где можно было узнать, как прожить долгую жизнь. Ребята учили оказывать первую помощь, говорили о пользе умеренной физической нагрузки. Также желающие погрузились в историю и увидели агитационные плакаты прошлого века, призывающие к трезвости. На плакатах высмеиваются алкоголики и веселые стишки призывают жить трезво. Здесь пьяницы изображены в смешном и непривлекательном виде. Организаторы форума старались найти общий язык с юношами и девушками. Хайпани по трезвости. С такой вот табличкой предлагают сфотографироваться участникам форума. Хайпануть – слово молодежного сленга и обозначает оно получить известность или популярность благодаря какому-то явлению. Ведь сейчас ЗОЖ – здоровый образ жизни – один из трендов поколения. Разумеется, мы против алкоголизма и вообще вредных привычек. Мы за ЗОЖ. Мы даже выступали на конференции против табакокурения. Это влияет, несомненно, и на организм, и, конечно, на внешний вид. Я думаю, они быстрее стареются. У них видно это внешне. Один из спикеров форума, боец Александр Шелеменко, называет себя абсолютным трезвенником. Даже его свадьба, как пишут в прессе, была полностью безалкогольной. Нас приучали всегда как. Либо ты умеренно пьющий, либо ты алкоголик. А моя задача им дать третье. То есть ты живешь абсолютно трезво, абсолютно безалкоголя. Потому что каждый человек, рождаемый на земле, он рождается абсолютно трезво. Также к участникам форума со сцены обратился глава Алапаевской епархии епископ Леонид, который немало лет проработал врачом. Трезвость – это наш с вами осознанный выбор. Русская православная церковь всегда стояла на позициях трезвости. В царской России было очень масштабное трезвенное движение. Встреча завершилась подписанием молодежными организациями «Манифеста трезвости». Спасибо. 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 Спасибо.